привет дорогой слушайте с наступающим рождеством да костя суханов рад тебя приветствовать 2022 это очень отличная встреча и по всему поводу небольшой но очень рождественский рассказ со всеми новогодними праздниками вас и ваших близких удачи с актерским привет поехали елка земница снится мне часто сибирский лес снится он не зеленый глухой полные тайны своих непроходимых болот окон с бездонной топе прикрытых изумрудно ярким мхом над которым высится багун трава да лютик легкоко снятся мне чаруси страшно луга цветистые что лежат как ковры бархат прикрывают трясину медленно засасывающего каждого чена доступе грезится мне лес сибирский и в его зимней красе в белом месяце как старожил январь называют деревья гиганты все снегом окуты верхушки шатром раскинулись сблизились и что полок темный над лесом поставить ветер ровно застыл не дохнет стволы что колонным рамом а сверху просвет быть резцом прихотлива да тонко прорезаны лужайки как сказка стоят солнце прорвет тяжелые тучи и розовым блеском лаской холодной охватит поля и заиграют бриллиантами ледяные кристаллы что на сучьих висят за искрится снеговая пелена разноцветными звездами не зверя не слышно и птица не шелохнется не ветка не хрустнет и кажется будто перед тобой над тобой за тобой замерла вся жизнь и стоишь ты один очарованный помню как лет восемь девять тому назад ехали мы в самый сочельник из губернского города томска на елку на стеклянный завод братьев краю замерзла тайга и там где летом было объезду на целые 80 верст теперь зимою паскованным морозом болотом было не дальше десяти ехали мы двумя тройками в каждой подвоем меховые малицы да дохи оленей одеяло медвежье да в ногах корзина с разной провизией вином вкладом каждого на общую елку не дозволяли большего количества пассажиров быстро неслись по широкой дороге тройки лихие ямщики опережали друг друга престижные облаком откидывали снежную пыль и воздух был полон гиканье криков и быстрого топота конских ног но вот миновав общественные заимки где годами пасутся и выхаживаются матки с жеребятами тройки влетели в лес наш ямщик желая во что бы то ни стало обогнать соперника свернул вправо понесся узкой клеей обводник кашовы то и дело задевали придорожные кусты ударяя от них осыпая нас снегом колокольчики разлучены с нами тройки гудели глуши 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 и пропали замерли вдали а мы врезывались все дальше в вековой лес вот кони задержались метнулись вправо застряли в сугробе вынесли снова по брюху в снегу вскарабкались на дорогу а тут два поворота разветвлений и после долгого плутания ямщик объявил нам что мы потеряли дорогу с ясного неба глядели на нас миллионы звезд лес молча словно удивленный толпился кругом нашей кашовы в его звонкой ночной тишине слышно было тяжелое дыхание усталых коней да изредка позвякивание колокольцев а что ж ты милостивец нас в тайне затерял послышался голос моей спутницы бабушки татьяны старухи строгой попусту не размеживающий своих губ стянутых как край кошелька тебя родимый не токма возницей а и под паском посчитать нельзя культы дороги не знаешь конями править не умешь и нас в эдакую ночь святую к тайге приморозил ну язвитя отпредай наседался на пристежную ямщик заставляя ее пятиться чего на хвост коня садишь от этакого пассажа нам улучшения не наберется ты губу-то подбери да вперед зайди осмотри дорогу сдается и следа проезжего нет кругом вести ему нету целина как есть святой угодник инокентий всех лесов покровитель да ведь здесь и повернуть нельзя запрокинемся чего проще в эдакую колдобину угодим шеи душей не вспрянуть как есть путина затеряна теперь и я тревожно приподнялась до сих пор я лежала совершенно спокойно бабушка татьяна и мне и всем кто ее знал внушал такое безграничное доверие что с ней пустились бы в путь и рискнули бы на опасные предприятия даже самые робкие люди бабушка татьяна северская старожилка ездившая одна в далекие степи к татарам скупать кожи знала окрест томска на тысячу верст тайгу и лесную чащу как собственную шорную лавочку близ базара в холодном сарайчике с утра и до темного вечера бабушка татьяна торговала кожаными товары в валенках в мягкой романовской полушубочки с головой закутанные большим серым платком сидела она в старинном кресле под гирляндами гужей а братьков и шлейб благообразное белое лицо с крупными правильными чертами густая седина волос разделенных пробором серые строгие глаза на скорость видящие как уверяли ее покупатели окрестные мужики через большие круглые очки перевязанные для мягкости черной шерстинкой на переносе бабушка татьяна разглядывала пришедших выкладывала денежки на пожелтевших счетах а в свободные минуты читала спенсера гегеля рассуждала марксизме и все собиралась съездить к толстому чтоб сказать ему словцо потому занесся человек я за четыре года моего пребывания в сибири приобрела наконец доверие оригинальной умной и доброй старухи теперь она везла меня с собою на елку к своим сродственникам и мы обе лежа по местному обыкновению в громадной кашеве изредка перекидывались словами глядя на высокие верхушки бежавших мимо деревьев да на свод небесный по которому плыла теперь ясно полная луна что ж емщик приподнялась я волнуюсь как только лошади окончательно стали как же теперь будет ведь не ночевать же нам тут а ты прыти поубавь обрезала меня ровным тоном бабушка татьяна зубы не студии без надобности ну-ка подсунь руку мне под спину помоги сесть ага старуха села трижды перекрестилась и стала зорко глядясь кругом а ведь мы парень в каташихинском перевале о-о-о-о емщик топтавшийся кругом саней подошел ближе верно видишь вправо зачастили сосны что стена зубчатая это где прошлой зимой подчистка от обчества была и верно теперь еще влево глухая балка пойдет и так до самой змеевской заимки ну-ну понимаешь ты голова победная что нам теперь до жилья и к свету не добраться оно точно тут лесу с перелесьем на сутки хватит он снял шапку и запустил руку в густые серые волосы божье попущение уж как я старая да с устатку не вздремнула я б тебе такое попущение задала оттаскала б тебя за твои бармы не чесаны что ж Татьяна Осиповна коль вам полегчает таскайте виновата каянный и детина лет сорока искренне готов был подставить голову рукам бабушки Татьяны не любившей шутить говорят те сном забылась сама и причина а дураку как дурости не проявь коль воли ему представят она еще раз огляделась кругом стой 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 а дымком понесло чуешь и то дымком гляди кони ушами придает тоже почуяли издали донес отрывистый странный звук пёс брешен и матушка Татьяна Осиповна встрепенул съемщик ведь тут так на свист подать земница есть филимон волк там белые месяца проживает ага ну инсвист у тебя коль об охотницкой земнице говоришь верстяна не знаю или в полуторых будет ладно с богом по келькашева продирается тут должна лежать накатная дорога мужики за дровами ездят подбирай престижных медленно то скатывая на бабушку Татьяну то придавленная ею смотря по тому какая обводина становилась дыбом то впрягая престижных гуськом то ставя их снова тройкой в лоб мы пробрались наконец на лужайку и встав на ноги я увидала так называемую земницу это было деревянное строение возвышавшиеся над землей всего на пять-шесть венцов груботесных бревен нижняя часть сруба была полностью опущена в землю единственное отверстие с оршин вышиной заменяла и дверь и окно дымовую трубу поджарая собака с жесткошерстным иглистым воротником со стоячими как у волка ушами при виде нас залилась лайм и бросилась внутрь избы теперь из темной дыры показалась одна голова за ней другая и на полянку вылез мужик в варенках старым заплатанным зипуне причем новые куски кожи под лучами месяца лосно блестели как золотая парча в драном ухане обрамлявшим лицо его бахромой меховых клочков появившаяся за ним вторая фигура была выше и толще за тулуп накинутый на ее плечи цеплялась девочка лет шести простволосая в коцовейке в каких-то громадных котах заплутали филимон едва до тебя дотянули каб не татьяну осиповну издыхать бы в лесу прикартонь с холоду барашка вы что ли с тобой она и есть бабушка татьяна филимон шагнул к ошееве невеликие хоромины ты у нас и тепла не избыток а коли бог занес с милости просим огонька вздуем котелок на шесток повесим водичку вскипятим и хлебушка найдется сегодня жена с деревни принесла а уж на остальном не обессудь он помог вылезти бабушке татьяне а затем а с конями то как будем а уж так татьяна осиповна пущай возница ваш подприжет да тут у нас недалече балаган под соснами прикроет коль есть попона вытереть их жена поможет часа три и обратно можно к утречку круговой дорогой в город вернетесь ишь ночь то для тебя татьяна осиповна богословенна кака выдалась не то замерзнуть бы предкой окази один за другим нырнули мы в темную дыру изображающую дверь там на крепко убитом глиняном полу стоял грубо сколоченный стол две скамьи прикрепленные к стенам да в углу две доски с сейником грубой простыней да одеялом из зайчих шкур на коротенькой полке сбоку стояли два-три глиняных горшка такой же кувшин возле висела пары ружьи таганчик на трех железных подставках с висящим на нем чугунком да еще я заметила небольшой деревянный сундук покрытый чистой циновкой вот и все подумала я вот весь обиход человеческой жизни неужели этим людям больше ничего и не нужно так и живут проговорила бабушка Татьяна еще раз поражая меня своей способностью читать чужие мысли ух и ноги ж затекли угодник то где у тебя чать не живешь без образа нету тебя так таки не удосужились выменять крест наше есть выйдем на поляну да на небо и молимся не ладно жену как звать ефросинья ты ефросинья как в город приспособишься заходи ко мне барашковых знаешь ну как не знать так захаживай либо в лавку ко мне либо на дом в заречь я тебе икону святого филимона дам некрасивое темное лицо бабы просияло и без слов выражая свою радость ефросинья погладила по голове девочки бабушка татьяна заметила впечатление и лампадку дам цветную отпущу ту и сок масла по праздникам то и жгите баба все молчала но светлыми радостными глазами глядела теперь на мужа а золотили бабу молитвенец за тебя сделали ведь у нее почитай и мысли других не было как угодника да с лампадкой я заглянула в латку стоящую на столе там было какое-то крошу как мне показалось из воды черного хлеба и луку девочка наблюдавшая за мной подошла и с жадностью оглянулась на кушанье очевидно приход наш прервал трапезу вы что ж ужин то бросили мы вам не помеха мы сами с собой вы сами с собой бабушка татьяна дала мне знак я отошла к окошку и села возле нее на лавку а хозяева не дожидаясь повторения ее слов уселись на два табурета к столу где стояла чашка начали есть у них была одна деревянная ложка первый хлебал мужик вторую жена его а затем торопливо и жадно глотала девочка при этом отец и мать взглядывали друг на друга и улыбались и дорвалась как засмеялся отец когда девочка захватив слишком много поперхнулась это теория которой я не могла без отвращения проглотить боеложки холодная мрачная изба сенит и голые лавки мужик с кривыми ногами черная толстая баба и некрасивый ребенок неужели все это был залог человеческого счастья а меж тем от всей картины веяло таким довольством такой ясностью духа передо мной несомненно была семья тесно сплоченной с теми же глубокими корнями привязанности друг к другу как и в тех обеспеченных семьях где люди гордятся своей интеллигентностью поужинав хозяева перекрестились отец провел корявой рукой по голове девочки а мать вышла на двор перемыть посуду как звать дочь то анной татьяна осиповна на зимню крестили 9 декабря зимой годочек пошел что ж филимон здесь целую зиму и живешь а как же татьяна осиповна безземельная пришлый а кроме охотничьего никакого другого рукомесла не знаю ну так и устроились летом я в сторожах бабы в работнице а уж в зиму вместе тут господа охотники округ на аренду взяли ну вот я истерегу им зверя все оберлоги обхожу все знаю где какая тварь лежит когда какую охоту зачинать можно и не скучно не нудно тебе вземниться нету ничего в местях ведь все вот как бы в розницу жутко было а так что бог гневить опять вот девочка забавница а сегодня в сочельник не тянет к людям а ну как тебе сказать татьяна осиповна сердце известно по своим ноет да нам некогда мыслями раскидываться а праздник не всякую пору и знаешь коды праздник сегодня баба на село поблизости ходила за хлебом так вернулась и про праздник лопочет вишь хотелось ей анютки гостиничку купить да деньгами не сбились так и разбередилась а то ничего в земницу ввалился артамон борода его заиндевела а ресницы слепались сняв шапку и помолившись по исконной привычке в угол он обратился к нам ух мой грех это за место праздника да в волчью яму завез эх бяда теперь поди ждут вас еще искать по лесу станут бяда лошадей то управил ли коням хорошо в шалаш завел прикрыл корма задал через час-другой в путь можно луна светит словно днем в лесу ясно водой ты кипятишь что маль спросила ефросиня показываясь в дверях я таганок то на рожу выволоку в зимнице больно угарно будет ты ступай-ка сюда слушай что сказывать стану бабушка татьяна поставила табурет посреди избы и села ямщик артамон филимон ефросиня анна по детскому инстинкту уже не дивившиеся приезжей старухи ну и я окружили вот что я вам скажу ехала я на завод арской и везла с собой гостью на пир и свои дары везла а дома то я за место молитвы как эти дни подобает все пекла да стряпала все в земном да в утробном помышляла о нищей же братья о тех кому теперь и холодно и голодно думать забыла и наказал меня господь с устали своей заснула я а враг рода человеческого избил с дороги коней наших проплутали мы да благо сюда добрались а здесь тоже люди живут и в канун праздника великого где у людей не токма десятки сотни капиталов влажными затеями летят тюрю холодную хлебают а враза выменят себе грошами сбиться не могут и вижу я в этом пути господом наложенные собрались мы здесь земницы и как братья как христиане встретили мы праздник великий так что ли обернулась ко мне старуха а у меня уж сердце билось от ее хороших мыслей вмиг артамон приволок из кашевни нашу громадную корзину ефросини на дворе кипятила в котелке воду артамон помогал ей разводя костер а филимон взяв топор отправился в лес нету хуже греха друг ты мой старуха как в эдакую ночь свары зачать гневом разразиться аль в тоску удариться эта ночь радостная и чтоб бог не послал какими бы испытаниями не встретил всему покоряйся во всем славь господа и верь что рука его над тобою умей только на звезду глядеть с верою и та двинется и путь тебе укажет вот и я сотворила молитву глянула на лес грозный а мне верхушечки то зубчатые и путь указали вот и мы у людей под кровом а еще людям радость сотворили какую и какую ну ну сударня выгружай корзину от светлых глаз старухи от теплых слов от взрыва смеха которым ребенок встречал каждую появившуюся новую в бедную в землю запрятанной земницей стало тепло светло и уютно а когда филимон вернулся с небольшой но раскидистой елью блестящей от только что растаявшего снега когда он искусно вделал ее в два полена изобразивших крест и установил на столе посреди комнаты в избу вошли и ефросинь и артамон и все остановились скованные новым чувством так простолюдины смотрят на какое-нибудь таинство совершавшееся перед их глазами лица их стали умиленными стан выпрямился они обдергивались поправляли волосы и точно этими инстинктивными движениями становились чище и наряднее бабушка татьяна с торжественной медлительностью вынула из корзины прежде всего громадный кулич я по опыту знала как вкусны эти бабушкины булки как много скрывается в них изюм миндалю и всякой другой сладости за булкой последовал целый ряд пряников потом появились колбасы опять таки ее специального приготовления а там вылезли и пузатенькие бутылки наливочек и настоек я ахнула от радости когда увидела пучки желтых восковых свечей катанок а у ребенка вырвался крик восторга когда из мешочка появились круглые золоченые шары каждые с петелькой это были грецкие орехи которые я золотила вместе с бабушкой в другой отдельной корзине были копченые сызран и нельма нашлись у бабушки татьяны и пол фунта чаю и два фунта сахару положенные отдельно от этих предметов это она везла в подарок экономки на заводе столешник то есть темное лицо ефросиньи вспыхнула она быстро шагнула к кровати нагнулась над большим деревянным сундуком встав на колени достала ключ с крестом из-за пазухи открыла и не без гордости вынула пестрый столешник с синими и красными шашечками сама откала вдруг раздался голос филимона очевидно очень гордившую своей бабы свобод конья повторила за ним ефросинья коль надо есть еще очевидно оба были счастливы оба гордились что и у них нашлось как у людей чем украсить праздник столешником был накрыт стол а в чистом ручнике извлеченным из той же корзины был завернут хлеб рыба покоилась на тех же толстых листах в которых была обернута только под них для чистоты мужики нащипали тонкой лучины ну теперь кажется все колбасу то убери ефросинья это вам завтра праздник справлять а сегодня грех до них и руками то притрануться филимон и жена его переглянулись они кажется не верили своим ушам что в переглядке то играете видимо бог вам благодать послал не права стряпана да к вам направлена вот и вышло что получай ну бери что ли ефросинья не скором на дух то в земнице есть что ли у вас погребница как бери жена отблагодари тебя господи татьяна осиповна за бедных людей ефросинья подошла молча низко-низко поклонилась опуская голову чуть не до земли сложив на руки крестом руки затем бережно взяла колбасы и вышла с филимоном красное круглое лицо емщика артамона так сияло очевидно он уверовал что был невольным исполнителем указаний божих потому что так уж очень все хорошо было ровно во сне да и то так складно не приснится повторял он нам потом несколько раз широкоплечий тяжелый он как медведь ходил за бабушкой татьяны следя добродушными ласковыми глазами за ее малейшими движениями теперь он сложил в опустошенную корзину веревки бумаги и снес все это обратно в кошел ну теперь последнее дело бобушка татьяна отвернулась в угол и расстегнув свою ватную кацавейку достала с груди мешочек белого холста а в нем завернутый образ троеручницы давно описанные в лесах уфимских известным всему старообрядчеству инаком ванифанти лик богоматери темный и без ризы никогда в пути не расставался старухой теперь она его укрепила на верхней ветке деревца ступай сюда аннушка помогай нам давай свечи девочка с сияющими глазами подавала желтые капли бабушка татьяна крестясь за каждую брала их и расщепив кончик чистого воска налепляла на ветку из того же заветного сундука ефросинья достала пучок суровых ниток и с их помощью я развесила пряники орехи господи красота то какая шептала баба обходя со всех сторон деревцо вот оно елка то господня что значит слыхать то от людей слыхала а видать не приходилось пока я заварила в котелке чай который нам потом пришлось пить по очереди из трех глиняных кружек хозяева с ребенком и артамоном куда то исчезли и затем все вернулись с чисто выметанными лицами и руками бабушка татьяна зажгла все свечи на елке тишина в эти минуты в избе стояла напряженная затем поставив перед собой ребенка старуха положила на ее плечи руки ну ребятушки кто как может подтяните старухи и подняв свои ясные серые глаза к темному образу венчавшему верхушку она запела выговаривая с особым благоговением каждое слово во сей рождество твое христе твое поднялась Ее некрасивое темное лицо, смягченное слезами, светилось такой радостью, что казалось даже красивым. Тяжело переводя дух, она встала с колен. — С праздником, хозяюшка! Спасибо за кров и привет! — бабушка Татьяна трижды поцеловалась с ней. — Спаси тебя, Христос, родная! Спаси тебя! — шептала Ефросинья. — С праздником, хозяин! — Филимон несколько раз утер рукавом рот. — С праздником, родная! Ох, и праздник же ты нам принесла! — С праздником, Артамон! Вознится непутевый! — Пути-то, Господни, матушка Татьяна Осиповна, ишь, какой радости привели! — С праздником, и ты, дитя малое! Ступай сюда, Аннушка! — И, перецеловавшись со мной и со всеми, старуха уселась за трапезой, держа на руках девочку, нарезывая ей рыбы, угощая горячим чаем с булкой. Ребенок теперь болтал безумолку, гладя ручкой седые волосы старухи. Девочка спрашивала. — По шо она белая? По шо на деревце свечи горят? — А шо ей дадут с дерева? — А главное? — По шо раньше не приезжали? И не было тогда у Анютки ни чаю, ни булочки, ни света. Когда свечи догорели до половины, бабушка Татьяна сняла для девочки два пряника и два золоченых ореха, и с молитвой потушила огнем. — Ну, теперь нам пора в путь дорогу. — Артамон, запрягай-ка! Только на дорогу мы все выпьем наливочки. И из этих же глиняных кружек выпили все старые бабушкины вишневки. И каждая капелька ее прошла по жилам, возбуждая ей силы и веселье. Даже Филимон засмеялся таким странным отрывистым смехом, точно давно-давно и звуки такие не вырывались из его груди. — Хо-хо! О! А! Так ведь не пьюсь я, Татьяна Осьповна! Уж разве с холода великого господа поднесут, так хребнешь, а... А это-то словно песня по сердцу прошла. — На завтра ель-то зажгите снова, пусть дитё радуется. И на завтра, и во все праздники будем зажигать дочкины счастья. А ель эту, Татьяна Осьповна, сохраню я, поколь живота хватит, в ручки изрублю, в мешок покладу, а умирать станем. Так с бабой закажем поровну в гроб нам заместь подстилки положить. — Так что ли, Евросинья? — Так, Сидорыч, так хвоинки не отдам пропасть с этой ели. Матушка, благослови, дитёта! Старуха, снявшая только с верхушки ели свой образ, трижды перекрестила им ребёнка и дала ей расцеловать икону. Затем обвела всю зимницу ласковым взглядом, ровно прощаясь с милым человеком. И холодно-то, и голодно-то, нуждишки люди живут. А как Божье-то имя вспомнят, огонёк Господу в степлят. И что в храме станет? И тепло, и светло, и благостно. А всё от чего? От того, что злобы, от того, что любовь связует тех людей, что Господа помнят. Ох, великие силы, любовь да молитва! Заперев зимницу, со всеми её сокровищами на запор, долго Ефросиня с анюткой, закутанной в тёплый платок на руках, бежала за нашей кашевой. На козлах рядом с нашей возницей сидел Филимон. Он, как зверь лесной, знал все тропы своего леса и сошёл с козел только тогда, когда мы были уже на прямой дороге. Когда мы остались одни, я поглядел на бабушку Татьяну, не любившую по обыкновению разговаривать в пути. Она лежала на спине, устремив глаза к небу. Лицо её, всё озарённое светом луны, было так тихо, так ясно, что мне казалось, она должна была действительно видеть теперь в небе ту звезду, что руководила вифлеемовскими пастухами. Прошло много лет с тех пор. Далеко кинула меня судьба от могучих сибирских лесов, от ясных благостных типов вроде бабушки Татьяны, возможных только там, где эгоизм цивилизации не выявлял ещё из сердца людского веры и любви. И каждое Рождество, как пережитая сказка, восстают в душе моей вся могучая красота зимнего леса, поляна, залитая лунным светом, убогая земница, вросшая в землю, жёлтого воска свечечки наели. И слышится мне дрожащий голос старухи, смущённые лица мужиков, вторящих её молитвы, рыдания нефросиньи, и в сердце моём раздаются слова. Рождество Твоё, Христе Божий наш, вас сиями рови свет разума. Всех и каждого с Рождеством Христовым. Будьте счастливы. Я вас читал Костя Суханов.